Расположенная в Микронезии, в центральной части Тихого океана, Науру является третьей самой маленькой страной в мире по площади, уступая лишь Ватикану и Монако. Эта крошечная и недооцененная страна может похвастаться удивительной морской жизнью, большими красочными рифами и нетронутыми пляжами, что делает ее отличным местом для летнего отдыха, подводного плавания, сноркелинга и других водных видов спорта. Основная причина, по которой туристы мало знают о Лихтенштейне, заключается в его местоположении. Маленькая альпийская страна окружена Германией, Австрией и Швейцарией, каждая из которых является популярным туристическим направлением. Тем не менее, Лихтенштейну тоже есть что предложить, от великолепных гор и исторических замков, до прекрасной и чистой окружающей среды. История Киргизстана насчитывает более двух тысяч лет, охватывая разнообразие культур. Эта страна имеет невероятно красивый и разнообразный ландшафт, предлагающий отличные условия для пеших прогулок, походов, верховой езды, кембинга, катания на лыжах и так далее. Мальта, обладая площадью всего 122 квадратных километра. Мальта является одной из самых маленьких стран в мире. Но этот средиземноморский архипелаг имеет потрясающе богатую историю, поскольку всегда был стратегически важным местом. Мальта может похвастаться теплым климатом, прекрасными пляжами, уникальными архитектурными памятниками, а также наличием нескольких объектов, входящих в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Бруней. В то время как большинство людей знает о существовании острова под названием Барнея где-то в Юго-Восточной Азии, очень немногие в курсе, что на нем расположена эта страна. Бывшая британская колония, Бруней в настоящее время является современной и развитой страной с одним из самых высоких показателей ВВП в мире. Кроме того, Бруней обладает красивыми пейзажами, а также впечатляющей архитектурой. В то время как некоторые из ее соседей, такие как Фиджи или Папуа, Новая Гвинея, известны большинству путешественников, в Ануату. Является малоизвестной, но потрясающе красивой страной, расположенной в южной части Тихого океана. Являясь домом для четверти миллиона человек, эта страна может похвастаться превосходными пляжами, кристально чистой теплой водой, богатыми природными красотами, вкусной экзотической кухней и интересными культурными традициями. Грузия, расположенная на пересечении Западной Азии и Восточной Европы. Грузия обладает удивительно разнообразным ландшафтом, который привлекает искателей приключений разного рода. В этой стране есть величественные горы, первоклассные горнолыжные курорты, огромные ледники, сложная система пещер, прекрасные озера и многое другое. Лесота. В то время как ЮАР является хорошо известной и массово посещаемой страной, немногие знают о существовании этой страны, расположенной рядом с ней. С населением всего два миллиона жителей, Лесота полностью окружена, и находится в тени Южноафриканской республикой. Однако это небольшая африканская страна. Может в той же степени похвастаться удивительными ландшафтами и богатой дикой природой. Андорра. Втиснувшаяся между двумя европейскими гигантами, Испанией и Францией, Андорра является карликовым государством, расположенным в Пиренеях. В Андорре есть как прекрасные летние курорты, так и известные зимние, а также много лыжных объектов. Страна не является членом Евросоюза, но имеет особые отношения с ним. Андорра также известна как государство с низкими налогами, поэтому ее часто называют налоговым РААМ. Фарерские острова. Официально являясь частью королевства Дании, Фарерские острова – это автономный регион, расположенный между Норвежским морем и Атлантическим океаном, примерно на полпути между Норвегией и Исландией. Окружающая среда является одной из самых чистых в Европе. Фарерские острова могут похвастаться прекрасными пейзажами, богатыми культурными традициями и вкусной кухней. Доминика. Доминиканская республика является одним из самых популярных туристических направлений в Карибском море, но в этом регионе расположена еще одна, менее известная страна с похожим названием. Доминика гораздо меньше, чем Доминиканская республика, но с точки зрения природной красоты и живописных пляжей ее можно легко сравнивать со знаменитым конкурентом. Более того, в Доминике не так многолюдно по части туристов. Таджикистан – это горная страна в Центральной Азии, не имеющая выхода к морю. Таджикистан может похвастаться захватывающими пейзажами, которые, несомненно, оценит каждый турист. Молдова. Молдова – это восточноевропейская страна, не имеющая выхода к морю, которая граничит с Румынией и Украиной. С населением около трех миллионов человек. Молдова является одной из наименее посещаемых в Европе стран. Однако в ближайшее время это может измениться, поскольку все больше и больше людей интересуются природными красотами, богатой историей, уникальной архитектурой и винными турами. Кирибати. Кирибати – это островное государство. В центральной части Тихого океана. Одна из самых низкорасположенных стран в мире. Кирибати, по прогнозам в последующее десятилетие значительно погрузится в воду, поэтому постарайтесь посетить ее в ближайшее время. Страна богата морской флорой и фауной, красивыми рифами и великолепными пляжами. Каморы. Расположенные в Индийском океане между Мозамбиком и Мадагаскаром, Каморские острова – это маленькая африканская страна, которая состоит из трех главных островов и множества мелких островов. Бывшая французская колония, Каморские острова имеют тропический климат, кристально чистую и круглый год теплую воду и обилие диких животных, среди которых встречаются и эндемичные виды. Люксембург. Люксембург, может, и небольшой. Его население составляет всего чуть более 500 тысяч человек. Но наполнен удивительными шедеврами архитектуры, музеями, галереями и так далее. Сан-Томи и Принсиби. Будучи второй самой маленькой африканской страной. Сан-Томи и Принсиби является небольшим. Португало-говорящим островным государством, расположенным у западного побережья экваториальной Центральной Африки. Одна из самых стабильных, демократических и безопасных стран в Африке. Она может похвастать как великолепными пляжами и горами, так и вкусными блюдами, приготовленными из морепродуктов и тропических фруктов. Маршаловы острова. Еще один тропический рай, Маршаловы острова – это островное государство, расположенное вблизи экватора в Тихом океане. Острова могут похвастаться захватывающей морской флорой и фауной и рифами, что делает их отличным местом для дайвинга и сноркелинга. Огромная часть вод Маршаловых островов признана самым большим в мире прибежищем акул. Сан-Марина. Полностью окруженная территорией Италии. Сан-Марина – это карликовое государство площадью 61 квадратный километр с населением чуть больше 32 тысяч человек. Несмотря на свой миниатюрный размер, Сан-Марина является одним из самых богатых государств в мире. Кроме того, Сан-Марина претендует на звание одного из старейших суверенных государств и Конституционной республики. Крепость Монте-Титана – самая известная достопримечательность этой крошечной страны. Бутан. Единственная страна в мире, в которой официально измеряется счастье ее жителей. Бутан не имеет выхода к морю, будучи зажатым между двумя азиатскими гигантами – Китаем и Индией. Благодаря своему расположению в восточных Гималаях, страна может предложить отличные условия для пеших прогулок, походов, альпинизма и других видов спорта и активного отдыха на природе. Бутан также является домом для нескольких великих буддийских храмов. Сьерра-Леоне тоже имеет много чего предложить, начиная от нескольких самых лучших пляжей в Африке до вкусной еды и дружелюбных местных жителей. Босния и Герцеговина. Расположенная в юго-восточной Европе на Балканском полуострове, Босния и Герцеговина являются менее известной и популярной среди туристов, чем ее северный сосед Хорватия, но не менее красивой. В стране много удивительных горных ландшафтов с прекрасными условиями для таких видов спорта, как кайкинг, пеший туризм и альпинизм. Буркино-фасо. Когда дело доходит до дикой природы Африки и сафари, Буркино-фасо не входит в число стран, которые приходят на ум в первую очередь. Однако эта окруженная суши страна в Западной Африке является местом обитания большого количества крупных млекопитающих, таких как слоны, львы, гепарды, леопарды, буйволы и другие. В Буркино-фасо есть четыре национальных парка и несколько заповедников. Сент-Китс и Невис. Расположенная в Карибском море, Сент-Китс и Невис, самое маленькое суверенное государство в Северной и Южной Америке как по площади, так и по численности населения. Являясь домом всего для 55 тысяч человек, страна в значительной степени покрыта густыми тропическими лесами, в которых обитает много видов животных и растений. В этом маленьком государстве Карибского бассейна также много живописных пляжей. Кабо-Верда, расположенная в 620 километрах от побережья Западной Африки, Кабо-Верда является островным государством, охватывающим архипелаг из десяти крупных и восемь мелких островов в центральной части Атлантического океана. Бывшая колония Португалии, Кабо-Верда входит в число наиболее развитых и богатых стран Африки. Здесь есть несколько прекрасных пляжей и первоклассных морских курортов.